Привет-привет, друзья! С вами Максим. Видео по игре Spider-Man Unlimited. Для прохождения особой акции все-таки нужны все 4 симбиота из портала за 140 изотопов. И я там, за пределами экранов, этот портал открыл. И знаете что? Мне выпали все пауки. И даже сколько-то изотопов осталось. Алый Бен Рейли, на которого так уповали, выпал всего лишь 2 раза за все время. Остальные все симбиоты выпали по одному разу. Итого, что я сейчас имею. Давайте-ка пролистаю, посмотрю. Рейс, который я буду сейчас использовать, возможно пройду достаточно быстро и успешно. Да нет, не быстро, потому что у нее командный паучий рейтинг будет всего 7,3. И два других симбиота, которых я уже докачал до 4 звезд. Им нужна пятая. Это Токсин Эдди Брок и Веном Мэй Паркер. Им, конечно же, нужна по пятой звезде, чтобы быстрее пройти особую акцию. Она еще 5 дней будет активна. Возможно, я даже успею и получу свою награду. Своего Титанового Алого Паука. Вот в этом вот капюшончике забавном. Посмотрим, как оно там сложится. А пока что давай за рейс. Буду обходить врагов. Здесь что нужно сделать? Обойти врагов. То есть не побеждать их, а пропустить 42 тушки и набить миллион сто. Миллион сто это будет непросто. Что у меня здесь есть? Восстановление 100% комбо после оживления мне не поможет. И обязательно то, что было необходимо. Это два комбо от Уворота. С этим апгрейтом на 5 звезд, сдающимся, можно пройти. Ну давай попробую. Усиление, естественно, возьму и двойной комбо, и перегрузку. И отправлюсь покорять. Вперед. Мэй, Мэй, это я. Твой дядя Бен Рейли. Ты меня слышишь? Мэй Паркер больше нет. Она больше не нужна. И я предпоследний шаг на пути к совершенству. Мать симбионтов. Оставь ее. Бери кого-то другого. Меня. Она заслуживает шанс на жизнь. Ты уже мой. Так и не научился контролировать свой гнев, малыш Бенни. Твоя темная сторона рано или поздно возьмет верх. Это естественный порядок вещей. Отвяжись от нее, грязный ты, кровавый симбиот. Как ты сражался с Рейзом? Так жестко. Позволь симбиоту захватить тебя. Стань моим слугой. Пылью у меня под ногами. Но сначала я должна завершить трансформацию. Какую еще трансформацию? Вернись, я убью тебя. Ты-ты-ты-ты-ты. Бен, прекрати. Не дай гневу тебя поглотить. Говорит он сам с собой. Шизофреник. Хотя здесь должен быть не Каин, а Бейн. Ну, ублюдки геймлофта так и не изменили. То есть как будто бы им никто не написал. Чуваки, да у вас не тот паук в особой акции. Я, да, каждый раз это буду говорить. Какого черта? Это сделать просто пшик. Но во время всей акции они что делают? Жируют на долларах? Члены они сосут там у себя. Ты не должен никому причинить боль, пока ищешь ее. Только так можно победить. Будь героем, Бен, ради Мэй. А Рейз тут при чем? При чем здесь этот симбиот, которым сейчас играю? Без понятия. Так вот, нужно точно обойти или победить врагов? Давай-ка попробую их обходить не на силу или на силу для того, чтобы счет. Да, да-да-да-да-да, я использую мозги. А ведь у меня двойного комбо действует всего 2 минуты. Поэтому я буду их мочить. Сначала счет, потом основная миссия. Потому что сейчас я их пропущу, этих нехороших людей мимо себя. И не смогу заработать нужное количество. Да, я сейчас не выполняю прогресс для исполнения этой миссии. Сейчас то, чем я занимаюсь, это набивание счета. 42 тысячи. У меня сейчас всего... Да, неприятный момент. Конечно же, я только-только-только начал бежать. Даже скорость не набрал. И вот он, скилл. Мощнейший скилл. Вырывается прямо наружу, как симбиотическая кентакля из задницы. Заполоняя все тело схваченной жертвой. Прямо, понимаешь? Прямо кентакля из жопы. И прямо тебе в рот, прямо в желудок тебе заходит. Как бы она сильно не воняла. Но только так возможно симбиотическая трансформация. Черт подери. Принц Персии. Что, блин? Что это? Какой Принц Персии? Там какая-то странная игра была с знакомыми персонажами. Я видел там пасыка в костюме Ассасина. И, соответственно, Принца Персии. Без понятия, что это сейчас было. Наверное, что-то безумно увлекательное. 70 тысяч очков. Да, это страх. Я буду бежать очень долго. Смотрите. Сейчас скоро будет 10-я часть. Но это пока двойное комбо. Пидор, пидор такой. Пока двойное комбо активно. Знаете, я, кажется, здесь очень-очень много изотопов потрачу на возрождение. Потому что энергии у меня недостаточно, чтобы каждый раз тратить ее. Поэтому придется подыхать очень много раз и демонстрировать скилл, прямо идущий из сердца. Прямо из сердца идущий скилл. Одного паренька я пропустил. Половина времени уже... Нет, еще даже половина времени двойного комбо не прошло. Уже успел два раза умереть. Прикиньте, 10% акций еще не прошло. Я уже два раза успел умереть. Одну рекламку посмотреть. Тем самым копеечку гейловату принеся. Ну-ка давай, ну-ка давай. Не забывай, что я вообще-то от уклонений, от разных препятствий получаю больше очков, нежели от убийства этих чертей. Но пройти мимо них я, конечно же, не в силах. А потом, потом я уже буду их пропускать, когда дабл комбо закончится. Почему? Потому что я действую, используя мозги. То есть не как-то тупорыло поступая, а четко осознавая всю четность бытия. Понимая, как будет сложно, если я в приоритет поставлю нечто иное. Так, эти клыки, эти зубчики в мире симбиотов я тоже могу сшибать, как и эти ядовитые плющи, как и все эти цветы. 200 тысяч очков есть из миллиона сто необходимых. Так, скоро у меня кончится дабл комбо. А вот тогда-то я, вот тогда-то я и займусь тем, что буду пропускать противников. Или не буду пропускать, ведь мне комбо еще что-то нужно держать на высокой позиции, для того, чтобы получать все свои очки. Париться или нет, по поводу основной задачи пропускания врагов мимо себя, или не париться, тоже, тоже задача. Но, если сейчас впереди будет возможность уклониться, либо дать кому-то в челюсть, я, естественно, выбираю первый вариант. Потому что у меня как раз-таки вторая способность, плюс два уклонения. Вот так вот, вот так вот. Теперь я уже разогнался. Почему я помирал? Потому что бежал недостаточно быстро. Там, знаешь, почему ты врезался? Почему ты врезался в препятствие? Да потому что я ехал недостаточно быстро. Я не успел их всех обогнать, для того, чтобы никуда не врезаться. Вот такая же логика и у меня сейчас сработала. Да-да-да-да-да-да-дабл! Отлично! Значит, что я быстрее? У меня пока еще дабл комбо активно, и еще дабл уклонение. Ну, правда, уклоняться здесь не то, чтобы много отчего. Да нет, как раз-таки много, как раз-таки успешно, успешно сейчас идет. Общая комбо 404, но она мне не помогает. Нужно быстрее, нужно быстрее очки набивать. У меня их сейчас где-то тысяч... Сколько? 370! Ой-ой-ой-ой, появился первый противник, и это Карнаж! Карнаж сейчас будет пускать в меня свои красные жидкие испражнения, которые из него так или иначе будут вытекать. Ведь он все-таки Карнаж безумец, мессиник. Если не моя, так его собственная кровь будет заполнять всю ротовую полость, вызывая невероятные рвотные рефлексы. Я стараюсь, знаете ли, не то, чтобы сильно близко к препятствиям подбегать и уклоняться, потому что знаю, чем это чревато. Йоу, уже два раза подряд сдох. Думаете, это так просто? Нет! Осознавать то, что ты играешь не как гребаный бес, очень страшно. И сейчас у меня был щит, я его потерял. Прогресс по акции 14 пропущенных мужиков из 42, ух ты, блин, аккуратно, и почти 500 тысяч очков. Все, у меня кончился апгрейд, дабл комбо. Теперь я все, что делаю, это бегу вперед и пропускаю. Иногда... Ух ты, блин, сука, нет, 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 я же успел, вы видели? Я прямо... Можно было видео... Можно было видео посмотреть, но я использовал два изотопа. Да, потому что я хочу пройти акцию, потому что ручки мои, они очень-то правильно, видимо, работают. Я все-таки буду тратить изотопы на то, чтобы возрождаться, возрождаться вновь и вновь. Хотя там можно было посмотреть видосик, здесь можно было подпрыгнуть, чтобы прогресс быстрее пошел. Но я почему-то действую именно так, как велит судьба, нагибая всяких неверных. Вот здесь, например... О-о-о, перчатка силы. Смотри, я пропускаю мужика для того, чтобы... И опять пропустил мужика. Для того, чтобы прогресс все-таки активней. А может, не нужно? Может, не нужно заставлять прогресс активней идти? Потому что все равно, все равно миллион сто там уже выбивать. Так или иначе, они будут пропускаться. Ох, непростая и небыстрая. Самое главное, что небыстрая акция. Тебе нужны эти девочки раскачанные, эти мальчики симбиотические. Все они тебе нужны. Ну ладно, за рейс. Не так я сильно переживаю. Я ее успел немножко поднакачать. Вон, видели, у нее 30 плюс уровень и 5 звезд есть. А что с другими пауками-то делать? Ведь все мои ампулы закончились. Ой, микролаг. Ой, какой неприятный микролаг. Хорошо, он хоть не повлиял сейчас на прогресс. Что делать с двумя другими симбиотами? Это Токсин и Мэй симбиотическое. Что с ними-то делать, блин? Им нужно по одной звезде дать. Соответственно, добывать новых пауков из различных... Я не знаю, мне нужно порталы открывать. Либо порталы сначала зарабатывать, потом открывать. Как-то этот вопрос нужно решать. Потому что без 5 звезд и без уровней выше, чем 18, у Токсина и у Мэй сейчас по 18 уровню. С такими маленькими уровнями я вот этот прогресс буду набивать, ну, слишком-слишком долго. И, возможно, не получится. Потому что акция должна быть ограничена. То есть, типа, 7 боссов убил и все, приехали. Может быть, здесь не так. Может быть. Но мне-то нужно быть уверенным. Все, я уже мужиков не пропускаю специально. Потому что мне нужно набивать. Прогресс по акции, можно сказать, уже завершен. Потому что, вон, 5 человек, в любом случае, будут такие места, где на одной линии стоят 3 или 2 человека. Я по одному ударяю кулаком, а другой пропускается, зачисляется таким образом. А вот количество очков просто так не зачислился. Сейчас у меня 600 тысяч из миллиона 100 необходимо, так как мне нужно пройти на 100%. Йоу, потому что имеет смысл проходить эти особые акции только лишь на 100% и получать, соответственно, самую высокую награду. Так вот, чтобы это сделать, нужно еще приложить усилий немало. А вы как думали? Берешь, прилагаешь усилия, проходишь, убиваешь Венома. Сначала я его поносного сынка, ой, вернее, не поносного, это венопоносный, кровавого сынка замочил. Теперь самого батю Венома нужно поставить на место. Этим я сейчас и займусь. Ему один щит, нужно воткнуть еще и начинается избиение, прямо как избиение младенца, которому ты не дал конфету, либо дал, но там завернута в обертку всего лишь какашка. Ужасно, правда? Никто так не должен поступать в своей жизни. Только ублюдки полные. Итак, еще два парня пропустить, не ударить, не убить и акция будет пройдена на одну медальку. Но поскольку цель моя миллион сто, я об этом совершенно не забочусь и не парюсь. 700 тысяч очков, еще 400 тысяч очков, сейчас примерно по времени половина. Вот сколько я затратил, минут 10, наверное, еще минут 10 я буду бежать, набивать эти очки, только если мне не встретится, не знаю, несколько раз подряд, либо перчатка силы, либо дабл. У меня комбо-счетчик сброшен. Вот, я прошел, значит, на первую медальку. Вторая медалька это 810 очков. Ну, на пути к второй медальке. Все, комбо-счетчик почему-то был мной потерян, видимо, долго я варун считал, так сказать, щелкал хлебалом не по делу. Но теперь, когда я озарился, когда я стал мега-ультра-сильным и прекрасным, не умирающим на протяжении нескольких минут, теперь-то я по... Ух ты, был щит у меня, и он кончился. Ничего, 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 как много плохих парней прямо начинают, начинают меня наваливать, но я каким-то образом ушел от атаки. Комбо-счетчик опять чуть не потерял, но вовремя осознал необходимость введения войны. Опаньки, перчатка силы, перчатка силы, и давай раскидывать всех этих лопухов. Вот так вот их по углам, по углам нам навалил, хорошо, перчатка силы и цветы, и головы, и все, что на моем пути стоит, так, на... Да, поменяю на... Зачем я поменял на магнит? Ну вот зачем? И комбо-счетчик сейчас... Нет, спас. Комбо-счетчик я свой спас. А, 810 тысяч. Так, и еще... Вот это видели экстремальное? Это сейчас было офигительно экстремальное уклонение. Ай, комбо-счетчик! Комбо-счетчик был потерян... Можно сказать, что он потерян сейчас, после того, как я буду по крышам Нью-Йорка бегать, комбо-счетчик однозначно успокоится. Или нет? А-а-а! Я вспомнил, что когда ты между этими самыми уровнями ты летаешь, комбо-счетчик твой стабилизируется, стабилизируется. И у меня уже есть 800 тысяч, а это значит вторая медалька заслуженная вторая медалька, блин! Чё-то я запаниковал на какой-то момент времени, прям аж нафряк анус. Очень ужасно, прям жжалось все, лаксу... Оу! О, будет там какашка, она располовилась на две части, вот так сильно жжалась. Мне еще нужно набить... Какая-то пошлая шутка была. Хе-хе-хе-хе-хе! 260? Хе-хе-хе-хе-хе! 260 тысячков еще нужно набить, для того, чтобы акцию завершить. Прийти к миру, любви, благополучию и успешности! Да, сука, да, Карнаж! Его одолеют. Будет небольшой буст. Но все-таки с паучьим коэффициентом, который я проходил за Бенна Рейля, то есть в предыдущий раз, было, согласитесь, гораздо проще. У него был крайний уровень, то есть 110 уровень. На 110-м гораздо проще проходить, чем на 30-м, каком-то, 40-м у меня сейчас. Вот прям гораздо в 2 раза быстрее. Или даже в 3. Тут приходится напрягаться, приходится еще 180 тысяч набивать, для того, чтобы все это дело завершить. И третью шоколадную медальку получать. Вот это успех! Вот это мощь, несмотря на то, что уже трижды... Я уже трижды помер, да? И это не предел. Хочу вам сказать, это не пределно, пока на мне щит. Я чувствую себя в защищенности. Чувствую изобилие ресурсов, которые засовываются мне в рот в виде шоколадок. Кит-кат. Итак, спокойно бегу далее. Ииии... 150 тысяч очков остается мне получать. Расслабляться пока что рано, потому что не хочется мне еще десятку изотопов отсыпать на следующее, и следующее, и последующее возрождение. И вновь отправляюсь в симбиотический мир, где острые пики виномские могут мне немножко порвать жопу. Спокойно, спокойно. О, нет, нифига не спокойно, наоборот, напряженно и сконцентрировано. Вот здесь, я знаю, я был съеден этим цветком. Ну что ж, посмотрим еще одну рекламу. Еееее! Давай еще одну рекламу смотреть. У-у-у! Строй базу! Выбирай сторону, выбирай корабль и сражайся. Сражайся, конечно же, по этой игре будет видосик на... Не на основном, на фри-то-плей канале. Потому что такое-то говно. Так вот, наверняка, вот то, что там написано было файт, такого даже в игре нет. То есть это, я более чем уверен, что это фейк на обманка, понимаешь, на обманка, на которую ведутся какие-то глупые люди. Я-то заранее знаю, что это будет фекалия вообще невкусная, несъедобная. Я как бы готов к этому. Но чуваки, которые увидели рекламу, и так говорят, о-о-о, да тут у нас War of Warships. Дай-ка я сейчас как федерацию свою собственную составлю, и под меня там все будут ходить. Не, ни хрена подобного. Ты сам под себя только будешь ходить в эту игру, играя гребаный школьник на унитаз... На горшке сидящий, да. На унитаз пока рано. Не хватает у тебя роста. Да и силы воли тоже. Итак, миллион сто необходимо. У меня сейчас есть миллион. Миллион десять. То есть я иду к своей цели... Ну, не сказать, что семимильными шагами. Потому что четыре. Четыре раза за этот забег я уже помер. А я, наверное, забыл, что здесь каждый, абсолютно каждый изотоп на счету. Вот прям, ну, по одному, прям по одному ты зарабатываешь и уже чувствуешь счастье. Нет, я из тех времен игры, когда ты зарабатывал сотни изотопов, тратил их, был щедрым. И игра тоже тебе давала возможность так себе вести. Прямо таким мажористым игроком в Spider-Man Unlimited. А, ну и, кстати, там спрашивают, Максим, донатил ли я в Spider-Man Unlimited? Чуваки, не покупайте ни в коем случае. Вы что, кончены? Я, по-моему, в игру в самый первый раз воткнул 50 рублей для того, чтобы доступен был VIP-портал. Все. Ни о каких вот этих вот шляпах, типа, Йоу, купи за 700 рублей, паука. Нет. Нет. Не в этой стране. Ну, что вы такое себе позволяете пожалеть своих мамок и лучше мне на, значит, трансляции отправляете Йоу. Это гораздо полезнее. Мистер Макс купит, значит, бургер в Макдональдсе и проживет еще полдня. Вот такие дела. А здесь, потому что за каждый просмотр вы осознаете следующую штуку, если вам это так важно. За каждый просмотр рекламы гейлофты получают доллары. То есть вы донатите просмотрами рекламы. Вы их рекламу смотрите. Вот это ваш донат. А вам они отплачивают, знаете, чем? Фистом ваш анал. Вот чем они отплачивают. Все, я прошел. Сдыхай, сдыхай. Миллион сто. Есть. Осталось... Да нет, нет. Нет, возрождаться я, конечно же, не собираюсь. Задание у меня выполнено. 15 из-за топов награда. Плюс два уровня. У меня даже 38-го не было. Теперь Дипломат Щита. Уникальный. Уникальный там портал. Просто уникальный. Я надеюсь, оттуда кто-нибудь пятизвездный. Я всегда надеюсь на пятизвездочного паука. Давай-ка откроем, посмотрим сейчас, как насладимся. Невероятно заслуженный. Прямо таки заслуженный. И куда он делся? Давай, заслуженный портал. О, может быть, польза он будет? Ну, тут уже такие пауки, которые имеют вариации восьмизвездочные. Ну, что-то устаревшее, да. Но, несмотря на это, может, я получу паучка, который будет уникален для моей команды. Кем-то новым. Сука такая. Нет. Нет. Это сразу мусор. Потому что у меня уже есть алый киберпоэт. Сразу, типа, расходный... Расходы... Обидно так, как... Обидный расходный материал. Так, далее, что мне нужно сделать? Далее мне нужно прокачать Мэй. Я... Ничего себе! Четыре энергии стоит. Победить врагов это не составляет проблемы. Миллион сто пятьдесят. Ну, понятно, нужно иметь уровень, ну, во-первых, пять звезд. Во-вторых, уровень тридцать плюс, для того, чтобы это пройти быстрее, чем за двадцать пять минут. Сейчас, наверное, я кого-нибудь потрачу. Давай, давай, я синтезирую паука. Да, блин, господи. Синтезирую паука. Это у меня был семизвездочный, соответственно, легендарный, да. Легендарный алый киберпаук. Который у меня, конечно же, присутствовал когда-то, может, и сейчас. Вот он, алый киберпаук. О, господи, у меня здесь еще есть кого потратить. Хам. Еще есть кого потратить. Это обычный семизвездочный. Симпиатических я не трогаю. Я, естественно, симпиатических не трогаю. Да здесь пора мне ревизию провести. Как остальных-то пауков прокачать? Да ревизию пора провести. А ты как думал? Вот так вот. Тратим. Значит, пауки сейчас у меня гораздо быстрее тратятся, чем появляются. Потому что, по сути, я не играю в игру, а просто трачу гребанных пауков. Теперь беру свою Мэй Паркер. И даю ей пятую звезду. Ну, посмотрим, хватит ли ей силенок для пятой звезды. Далее мне нужно будет ее, к сожалению, за экраном прокачать. Давай, повышаем ей рейтинг. Да, нужное количество ампулок. У меня есть рейтинг. Повышается до пятой звезды. Вторая способность. Открывается. И ей нужно много. Много-много паучков. То есть прямо в нее внедрить. Либо прокачать уровень самым естественным путем. Наверное, вторым-то как раз я и воспользуюсь. Посмотрю. Но у меня нет, видите, даже 3, 4, 5 звездочных паучков. Нет, соответственно. Качать уровень нужно будет традиционным способом, отправляя на задание и бегая разные акции. Ну что ж, очередная голова истории пройдена. То есть вот так вот получается. Думал, это будет быстрее. Нет. Тратится на каждое прохождение достаточно много времени. То есть тут за экраном я понапройду. Далее в следующем видосе это будет Мэй. А через один, ну в один я это не умещу. Это будет еще два видоса. То есть одно событие, целый видос. Представляете, Грая Шлеп? Ну я хочу на 100% пройти. Потому что не на 100%. То есть на первую шоколадную медальку можно было бы прямо сейчас пройти. То есть это без проблем. Но мне же хочется все 3 шоколадные медальки. Правильно? Правильно. О, здесь моя награда 300 изотопа будет, когда я это дело пройду. Точно вы хотите, чтобы я его успел пройти за 5 дней? Конечно же хотите, поэтому ставите лайки. Пишите свои умные комментарии. Умные мысли. С вами был Максим. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.